Самый экологичный вид транспорта в Иванове стал еще и самым высокотехнологичным. В день города у Ивановского троллейбуса наконец появился электронный проездной. Над созданием системы безналичной оплаты проезда специалисты администрации работали больше года. Это очень хороший, важный шаг. На территорию города впервые был введен электронный проездной, до этого пользуюсь бумажными. Это позволит более качественно и более удобно пассажирам расплачиваться. Будем смотреть, как он будет реализовываться. По возможности будем проектировать, чтобы был еще более удобный для всех и в дальнейшем развивать этот проект. В МОППТ уверены, эти перемены к лучшему. Кондуктор будет тратить минимум времени. Да и пассажирам не нужно больше искать в карманах мелочь. А в целом это выгодно и предприятию, и горожанам. Разработанные тарифы позволят Ивановцам сэкономить на передвижении электротранспортом. Четыре вида карт на сегодняшний день. Три вида безлимитных. Это один день, семь дней и месячная карта. Соответственно они стоят 45, 318 и 1080. И принципиально новая карта, так называемая пересадка, которая под собой предполагает следующие опции. Во-первых, стоимость одной поездки несколько дешевле. Она составляет 17 рублей. Во-вторых, по этой карте вы можете совершить пересадку с одного маршрута на другой в течение 30 минут с момента первой активации. При этом денежные средства, которые вносятся на карту, не сгорают, но могут быть заморожены, если ей не пользоваться больше 60 дней. Таким образом, в тот момент, когда вы решите опять совершить поездку, вам необходимо будет внести любую минимальную сумму, в частности 17 рублей, и карта заново будет активирована. Поэтому вот эта деталь несколько тут неправильно нас поняли, но обращаю внимание, что никогда эти денежные средства на этой карте не сгорают. Электронный проездной – шаг в будущее. В нем кондукторов заменят терминалы. Именно в этом направлении медленно, но верно движется Ивановский троллейбус. Мы изучали опыт других городов. Безусловно, на настоящий момент в крупных мегаполисах везде стоят стационарные терминалы при входе. Это очень удобно, поскольку в момент, когда вы заходите в подвижной состав и прикладываете карту, происходит оплата. Контроль оплаты осуществляется соответствующими подразделениями предприятия, поэтому считаем, что такая же перспектива и нас ожидает. Но следующий этап, он несколько затратнее, поэтому нам необходимо отработать первую часть этого этапа, а потом уже приступить к реализации второй части. Приобрести транспортную карту, а также записать на нее электронный проездной билет можно в МУППТ, а также в пунктах по приему коммунальных платежей Единого расчетного центра. Там же можно пополнить баланс карт. Всего таких точек более 90. Они есть во всех районах. Полный перечень с адресами и расписанием работы доступен на сайте городской администрации.